В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. В деревне Горки открыли памятную доску кавалеру Ордена Мужества Эдуарду Кадырову. Наш земляк, житель деревни Горки Эдуард Рагимович Кадыров погиб, исполняя свой долг. В муниципалитете начались работы по заливке катков. Залить площадку хоккейную – это целая наука. Разбилковская ДШИ стала финалистом всероссийского конкурса «Лучшая школа искусств». Нам необходимо было представить видеоролик о школе. Это было первое задание. Ежегодно в России отмечают День Героев Отечества. В честь этого праздника в деревне Горки состоялось торжественное открытие памятной доски Эдуарду Кадырову. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Аллея Героев в деревне Горки создана в 2019 году. Здесь, рядом с памятником первого председателя колхоза имени Владимира Ильича Ивана Буянова, установлены стенды с портретами земляков, героев Советского Союза и социалистического труда. А 9 декабря состоялось торжественное открытие еще одной мемориальной доски, посвященной Эдуарду Кадырову. Наш земляк, житель деревни Горки, Эдуард Рагимович Кадыров погиб, исполняя свой долг по сохранению единства, целостности нашей страны. Он погиб во время служебной командировки в Чеченской республике. Он служил в милиции. Это очень важно для сохранения памяти потомков. Увековечить имя Эдуарда Кадырова и установить здесь, на аллее Героев, памятную доску, потому что Эдуард Рагимович награжден Орденом Мужества посмертно. На мероприятие были приглашены местные жители и представители администрации Ленинского городского округа. Очень важно, чтобы мы вспоминали о подвиге, вспоминали о человеке, который отдал свою жизнь, выполняя служебный долг, не только в такие дни, в такие минуты, но и каждый день. Чтобы память о подвигах, об этом человеке жила в наших сердцах всегда. В своем выступлении начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту отметил, что жизнь Эдуарда Кадырова – пример для будущих поколений. Яркий образец беззаветной любви к родине, силы духа и несгибаемой воли. Сегодня здесь поколение, мы все одного почти возраста. Но нам бы сюда почаще приводить детей, на эту аллею. Пускай они смотрят, пускай они вникают, пускай они воспитываются на вот таких примерах. После минуты молчания участники митинга возложили цветы к мемориальному стенду. Также в честь праздника почтили память дважды героя социалистического труда Ивана Буянова. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во Дворце культуры города Видное прошла встреча руководителей учреждений здравоохранения Ленинского округа с жителями муниципалитета. В ходе прямого диалога пациенты задали актуальные вопросы главным врачам лечебных подразделений и получили интересующие ответы. О том, какие темы обсуждались, смотрите в репортаже Галины Житковой. В авангарде системы здравоохранения Ленинского городского округа несколько крупных лечебно-профилактических учреждений. Районная клиническая больница, перинатальный центр, стоматологическая поликлиника принимают и обслуживают жителей всех территорий муниципалитета. В ходе взаимодействия возникает немало вопросов, которые требуют общения в формате диалога. «Наверняка есть какие-то вопросы, текущие вопросы, в том числе, что и по плановой помощи, и в амбулаторном звене, и в стационаре есть уже у нас какие-то некие предварительные вопросы. Наверняка будут еще и в прямом эфире. Постараемся на все вопросы ответить». В серии встреч руководителей лечебных учреждений округа с жителями муниципалитета началась с обсуждения вопросов, которые поступали в течение недели. Пациенты волновали самые разные темы, начиная с проведения профилактической работы с мигрантами и заканчивая выполнением высокотехнологических операций. «Те уважаемые руководители так или иначе ведут диалог с гражданами муниципалитета. У нас есть группы, есть сайты, есть еще разные возможные источники, где можно задать вопросы, получить быстрый ответ. Мы решили выйти еще на этот формат, посмотрим, как этот формат будет работать». На встречу не обошли вниманием и такой волнующий всех вопрос, как нахождение в стационаре больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Маршрутизация таких пациенток четко отработана в перинатальном центре. Будущих мам везут Сергеев, Посад, Егорьевск и Балашиху. «У нас ответственность за тех пациентов, которые лежат в учреждении, а их более 300. Поэтому мы должны друг другу помогать. И иногда пациентки, пытаясь скрыть, что они заболели, сбивают температуру и пытаются попасть». Жители активно задавали вопросы главным врачам ведущих лечебных учреждений городского округа. Их накопилось немало. Один из фаворитов – электронная запись к врачам. «Доступность, сказав, в поликлинике к терапевтам есть. Свободные ячейки в доступе есть, свободные. То есть запись существует, потому что мы это ежедневно контролируем. У нас есть проблемы даже в некоторых амбулаториях, где к терапевтам невозможно попасть, потому что там население растет, а количества терапевтов недостаточно». Видновская стоматологическая поликлиника вот уже почти 30 лет располагается в здании на улице Школьная. Основная проблема – потребность в расширении этого лечебного учреждения. «Мощность поликлиники рассчитана максимум 100-150 тысяч жителей, то, что мы можем охватить. А районы города уже выросли и перевалило, по-моему, за 500 и дальше и так далее. Соответственно, из этого мы испытываем все трудности с записью, с обслуживанием населения». Такие встречи руководителей лечебных учреждений с жителями планируется сделать регулярными и проводить на постоянной основе. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Ленинском округе на Каширском шоссе открылся новый рынок строительных материалов. В церемонии открытия принял участие первый заместитель главы администрации округа Альберт Гравин. Его сопровождала и наша съемочная группа. «Мороз не омрачил праздничного настроения собравшихся, а согреться можно было кашей и горячим чаем из полевой кухни. Традиционную красную ленточку на входе вместе с директором нового строительного рынка перерезал первый заместитель главы администрации округа Альберт Гравин». Этот рынок строительных материалов появился на муниципальной земле, что стало примером конструктивного сотрудничества власти и бизнеса. Здесь сделано все, чтобы работа предпринимателей была комфортной. «Водоснабжение есть, водоотведение, тепло, все есть у нас». «Очень надеемся, что у вас все будет хорошо, потому что когда у бизнеса хорошо, значит вокруг все хорошо». Место для открытия рынка выбрано не случайно. «Вокруг масса новостроек, а теперь у жителей будет возможность сэкономить время в поиске необходимых строительных материалов». «Сегодня открываем комплекс, который, как мы уже увидели, это строительный комплекс на площади больше 9 тысяч квадратных метров. С учетом того, что в нашем муниципалитете динамичное строительство, для нас было очень важно, чтобы наши жители как из старого города, так и из новых новостроек могли прийти и приобрести те материалы, которые необходимы в повседневной деятельности». «Кроме того, новый комплекс – это дополнительные рабочие места. Сейчас здесь трудятся 250 человек, многие жители округа. Когда рынок начнет действовать в полную силу, здесь будет порядка 400 вакансий». «Ну как, начало старта? Заезжает кто-нибудь уже или нет? Да, продажи уже были, буквально сегодня продажи были. Были, да? С утра уже постоянные клиенты есть. «Мы желаем вам успехов». «Спасибо». «То есть где-то развивайтесь, пожалуйста, дарите. Не забывайте про наших ветеранов, какие-то скидки новогодние или что-то такое, дисконты». «Обязательно». «Предприниматели отмечают, что вести бизнес в Ленинском округе очень удобно, и занятие – это взаимовыгодное для жителей, ведь налоги идут в местную казну». «Мне здесь комфортно, удобно, близко, сам здесь живу». «Администрация помогает чем-то?» «Администрация? Благодаря администрации мы двигаемся вперед, друг друга с поддержкой двигаемся. И все индивидуальные предприниматели у нас все стоят здесь на нового года, в 14-м». Кроме строительных материалов, на первой линии представлены предприятия питания и услуг, кафе, парикмахерские и продуктовые магазины. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. «Синоптики» прогнозировали настоящую зиму и не ошиблись. Снег лег точно по календарю. А у сотрудников Дорсервиса свой график – заливки катков. Всего в муниципалитете планируется обустроить 9 площадок во дворах, плюс еще одна на стадионе «Металлург». Сегодня залили хоккейную коробку во дворе дома номер 79 по улице Школьная. А вот адреса всех мест, где в скором времени появятся катки. Улицы Школьная – 79, ПЛК – 72, Березовая – 13. Поселок Новодрожино у домов 11 и 12. Поселок Измайлово между домами 5 и 7. Северный квартал 4 и село Молоково, Школьная – 5А. На заливку одного катка уходит в среднем два дня. Залить площадку хоккейную – это целая наука. И должен быть определенный технологический процесс. Вот первый раз, когда мы заливаем теплой водой, мы заливаем для того, чтобы образовалась ледяная корочка. Но вначале ее готовим, утрамбовываем снег. После этого мы даем ей отстояться. И начинается второй этап. Уже заливаем холодной водой, чтобы выровнять. Все трещинки, все какие-то наросты на этом, мы вручную их удаляем. И наша задача, перед тем, как люди пойдут на каток, чтобы толщина льда составляла не менее 20 сантиметров. И сейчас самое время готовить коньки. В ближайшую неделю мороз ослабеет, и погода будет комфортна для занятий фигурным катанием и игры в хоккей. В торгово-развлекательном центре 918 проходит новогодняя благодарительная акция «Елка желаний». Статья участникам и сделать подарок незнакомому человеку может каждый из нас. Организатор акции Анна Катасонова, руководитель сообщества «Бизнес-леди». Идея в том, чтобы исполнить новогоднее желание жителей Ленинского округа с ограниченными возможностями здоровья. Свои письма Деду Морозу написали члены творческого клуба инвалидов «Дорога в жизнь», которые существуют при Центральной библиотеке. Стоит отметить, что акция проходит уже второй год подряд. В прошлом году дети просили разные подарки. Кто-то фломастеры, просто набор фломастеров. Ортопедическая подушка, наушники, либо пауэрбанк. Детки некоторые просили самокат и велосипед. И мы нашлись люди, кто исполнил даже такие желания. Но вообще условия на «Елочке», когда мы просим письма, мы оговорим, чтобы они были доступны простому человеку. То есть подарочек ограничиваем немножко в суммах до 2000 рублей. Изначально на «Елочке» было 28 писем, сейчас осталось всего 5. Одной из тех, кто приобрел новогодний подарок для членов клуба «Дорога в жизнь», стала Марина Андрианова, сотрудник библиотеки. В этом году это будет, наверное, праздник еще краше, потому что, во-первых, больше человек участвует. Плюс мы приглашаем тех людей, которые исполняют эти желания. Это тоже важно. То есть не просто так кому-то ты отдал подарок и ушел, а ты видишь, сколько счастья ты доставляешь этому человеку. Мне кажется, вот это очень важно. Поздравление ребят состоится в начале января. Купленные подарки можно оставить на ярмарке на минус первом этаже торгового центра. Акция продлится до 31 декабря. В копилке наград Ленинского округа пополнения. Развилковская ДШИ стала финалистом и призером всероссийского конкурса «Лучшая школа искусств». Как это было и что позволило учреждению обойти лидеров со всей страны, узнаем из нашего следующего материала. В конце ноября подвели итоги общероссийского конкурса «Лучшая школа искусств», который проводится с 2014 года. На этот раз выйти в финал от Ленинского городского округа удалось ДШИ поселка Развилка. Конкурс проводится в три этапа, рассказала нашему телеканалу директор Ирина Андрушко. Второй этап у нас состоялся в октябре. До 15 октября мы должны были представить проект, видео и рассказать о нём. Проектов у нас в школе очень много. Мы выбрали наш главный проект – это проект «Рисуем музыку». Проект, по которому нашу школу узнают не только в районе и в области, а уже и в России. В финал конкурса вышли школы из восьми федеральных округов России. Подмосковье представляла ДШИ поселка Развилка. Нам необходимо было представить видеоролик о школе. Это было первое задание. Второе – это видеоролик. Мы должны были снять видеопрезентацию о нашем проекте. И третий – самый сложный, наверное, этап. И самое серьёзное задание – это представить программу развития ДШИ. Для этого провели онлайн-марафон, в ходе которого все ученики и учителя ответили на вопрос, какой они видят школу искусств в будущем. А юные художники смогли это продемонстрировать на бумаге. В итоге ДШИ поселка Развилка вошла в тройку лидеров номинации «Лучшая сельская школа искусств». Торжественное награждение состоялось в Бетховенском зале Большого театра. Это очень большой опыт. Каждый директор транслировал опыт своей школы, свои результаты, свой подход к процессу. И, конечно, интересно посмотреть со стороны, как всё происходит внутри школы, а также, насколько муниципалитет, либо это округ поддерживает эту школу, потому что такая поддержка тоже очень важна. В новом здании ДШИ поселка Развилка всего четвёртый год из 32-х, которые существуют. Но за это время было создано много новых отделений и направлений. Приглашены талантливые и опытные преподаватели. И один такбрек. Четыре. Где-то в таком вот темпе. Раз, два, три. Старелку начинаешь. Театральное отделение, к примеру, существующее всего два года в 2021-м, принесло школе семь областных дипломов с различных конкурсов. 2021 год был очень успешным для ДШИ поселка Развилка, потому что количество дипломов, полученных детьми, составляет 150%. Если посчитать их в отношении к контингенту. Ребята с художественного отделения не только прекрасно рисуют. Они разработали проект благоустройства территории ДШИ под названием «Солнечная поляна», который уже прошёл стадию оформления и ждёт финансирования и реализации. Проходим несколько предметов. У нас эти предметы могут меняться от выбора. Также этот выбор мы предоставляем самим ученикам. Они могут изучать батик, архитектурное проектирование, фотоискусство. В следующем году Развилковская школа искусств проведёт межзональный многожанровый конкурс «Времена года», который обещает стать визитной карточкой учреждения. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!